Балуются. Балуются. А так сказать бы, чтобы открыто шли, допустим, там прицельно обстрелили какие-то позиции, какие-то там, допустим, направления у них были в нашу сторону, там где-то концентрация огня, то такого нет. Понимаете, в чем дело? Оно вроде бы как виртуальная реальность, знаете, как виртуально у нас перемирие, а реально у нас стрельба, понимаете, в чем дело? Эта ночь было два-три прострела в нашу сторону с ПК, прострелили, ну, такое, может, выявляют огневые точки, может, что-то ждут, а может, просто истерика уже, испуг вдруг, знаете, как бывает, там, допустим, плохие погодные условия, то делают прострелы такие, может, там, наугад, на ось. Вы же знаете, что вся Россия на ось, так вот они и тут на ось. Там, конечно, послушали, что тут и арта работает, и танки работают, думаешь, господи, где же оно все есть. А так, на самом деле, я скажу, мы держимся как бы, ну, уже, мы все понимаем, они выдыхаются, выдыхаются. Вот. Да не теряют людей. Чем воевать? Конечно, ротации идут у них. Вот это передвижение техники, что это? Тут два варианта, либо вывозят металл с Донбасса, либо завозят людей тут. Так, то есть, Басурин там говорит, что все разбиты, все откинуты, деморализованы. Ну, все понятно, боярышник действует. Конечно, много слышим про свою бригаду душевную с той стороны. То мы сталкерами были, то теперь мы какой-то там бессмертный батальон, там, чешусь, бессмертная бригада, что все-таки. Ну, что им остается? Они умеют хорошо языками чесать. Я вот это Басурина слушаю с удовольствием, понимаете? Вот, это такая хорошая юмористическая передача. Поржать. И по нашей обороне, что я вам скажу. Не удерживает металл. Реально, говорю, не удерживает. Люди держатся. Молодцы. Ребята хорошие, коллектив.